Друзья, привет! Смотрим видео, как город Кухлояр устанавливал новогодние ёлки. На официальной странице есть фотоотчёт. Видно количество техники, детей пригласили на монтаж, ели. Считаем количество людей, присутствующих при монтаже. Вот Эрик демонстрирует, что там были дети. Попытка 505. Как намоился я опять. Ёбаный кол, блядь. Пиздец. Сколько можно и трогать, я не поймаю. И эти ребята пригласили на монтаж, ели детей из детского садика. Пригласили детей. Ёлка в Кухло падает. Жарники огораживают. Итак, друзья, у нас сегодня 29.11 центральная площадь города Кухлоярви. Ребята из электросистем приехали снимать украшения с ёлки, потому что в компании НВ руководитель алкоголик. Они установили вот такую ёлку усилиями 20 человек с очень большим количеством техники. Сейчас ребята всё снимут, потом НВ что-то придумает. Ребята снова приедут, снова это всё украсят. А за всё за это заплатите вы. Ну или мы с вами, налогоплательщики. Макаров, хорош бухать, блядь. А вот руководство города, они в принципе в курсе того, чего здесь происходит. Нормально ёлку поставили? Хорошо. А кто за это платить будет, скажете нам, нет? Кому вам. Ну налогоплательщикам вы же распределяете деньги не свои личные, а бюджетные, наверное, да? Я вас снимаю уже на видео. Вы общественный деятель, вы старейшина Ахминской части и находитесь в общественном месте. Не хотите, не разговаривайте. Ну, всего доброго. Снимать не буду. Разговариваем со старейшиной Ахминской части. Вы присутствовали при монтаже ёлки? Нет, не присутствовали. Не присутствовали. Это было во вторник, у меня приём был. Ясно. А технический паспорт вы площади видели? Видел, конечно. Вы знаете, какая там предельная масса давления на площадь? Да, я знаю. А как мы допустили туда кран 25-тонный и погрузчик 8 тонн? А вы знаете, Олег, а вы знаете, что теперь у нас гарантия нет на площади? На всём этом объекте больше нет гарантии. Знаете? Разберёмся. Разберётесь? Я буду ждать. Да, давайте разбираться с этими поступающими проблемами. По факту. Порядки, как они есть. По факту. Так я по факту уже и езжу. Мне кажется, может быть, ну, конечно, не больше у вас. Я уверен, что вы, если пасар каждый день здесь дежурите и смотрите. У меня видеоматериалов очень много. Я просто не могу никак понять, как мне их зарегистрировать, для того, чтобы они пошли в разбирательство, скажем так. Вы же фиксируете, например, по городу проезжаете, завышенные горы снега на пешеходах, которые превышают 20 сантиметров. Фиксируете? Что значит 20 сантиметров? Ну, 20 сантиметров, это значит 20 сантиметров от поверхности земли на пешеходе, где установлен знак пешеход, там, где люди переходят, проезжают часть. Ну, значит, со своей стороны сегодня обслуживающие фирмы отправили письмо, где показалось, чтобы это было обеспечено, за этим следили. Я надеюсь, они очень реагируют. А сколько у них период времени есть для решения этой проблемы, которая... Ну, по большому счету, это нарушение всех правил. Мы на пешеходе должны, чтобы у нас не было ограничения, видимость, вы подвергаете, и фирма подвергает лице Макарова опасности нашей жизни. Так получилось. Сколько у них времени есть? Вот вы отправили письмо на решение этой проблемы? Я отправил письмо на решение этой проблемы, я отправил письмо с учетом того, чтобы они ликвидировали эту проблему. И сколько у них времени на это есть? Сколько у них времени есть? Сроки я не ставил, но понятно, что... Ну, то есть сейчас, в данный момент эта проблема есть, каждый, там, может быть, 2-3 минуты ребенок переходит дорогу, в темное время в суток видимость очень плохая, и при этом у нас на пешеходе, ну, есть места с ограниченной видимостью. Сроки вы мне не поставили, соответственно, Макаров сидит, читает, старейшина прислала письмо, сроков нету. Ну, вы понимаете, Олег, он там просто будет сидеть, и, блядь, сроков нету, а как вы потом юридически их будете дергать за это? Никак. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь, судя по всему, по разрешению Макарова, восьмитонная техника передвигается по площади Вахми. Он груженый, соответственно, вес больше восьми тонн, а допустимая масса на поверхность площади составляет три с половиной тонны. На данном фото мы видим, что кран стоит без матов на площади. Это я отправил запрос в гору правую, но Эрик Сечков отказывается мне отвечать на него. И сейчас вы видите, в каком состоянии находится елка Вахми. 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 Вахми.